Жорж Дюруа получил у кассирша ресторана сдачу с пяти франков и направился к выходу. Статный от природы и к тому же сохранивший унтер-офицерскую выправку, он приосанился и привычным молодцеватым жестом закрутив усы, охватил запоздавших посетителей тем зорким взглядом, каким красавец мужчина, точно ястреб, высматривает добычу. Женщины подняли на него глаза. Он постоял с минуту на тротуаре, размышляя о том, как быть дальше. Сегодня 28 июня. До первого числа у него остается всего-навсего три франка сорок сантимов. Это значит два обеда, но никаких завтраков, или два завтрака, но никаких обедов. На выбор. Дюруа невольно пришли на память два года, которые он провел в Африке, в захолустных крепостях на юге Алжира, где ему часто удавалось обирать до нитки арабов. В Париже не то. Здесь уж не пограбишь в свое удовольствие сабли на боку и с револьвером в руках, на свободе, вдали от гражданского правосудия. Дюруа почувствовал, как все инстинкты унтер-офицера, разратившегося в покоренной стране, разом заговорили в нем. Право, это были счастливые годы. Как жаль, что он не остался в пустыне. Но он полагал, что здесь ему будет лучше. А вышло. Вышло черт знает что. Он пошел по направлению к церкви Магдалины и растворился в изнемогавшем от жары людском потоке. На углу площади оперы он столкнулся с толстым молодым человеком, которого он где-то как будто видел. Он пошел за ним, роясь в своих воспоминаниях и повторяя в полголоса. Черт возьми, где же я встречался с этим субъектом? Тщетно напрягал он мысль, как вдруг память его сотворила чудо. Да ведь это Фрастье! Фрастье вскрикнул Дюруа и, догнав его, хлопнул по плечу. Фрастье протянул ему обе руки. А, дружище, как поживаешь? Превосходно. А ты? Не я, брат, так себе. Вообрази, грудь у меня стала точно из папье-маше, и кашляю я шесть месяцев в году. И все это последствия бронхита, который я схватил четыре года назад в Бужевале, как только вернулся во Францию. Фрастье, взяв старого товарища под руку, заговорил о своей болезни, о диагнозах и советах врачей, о том, как трудно ему такому занятому следовать их указаниям. Ему предписано провести зиму на юге. Ну, разве это возможно? Он женат, он журналист, он занимает прекрасное положение. Ну, я заведую отделом политики во французской жизни. Ну, как видишь, я встал на ноги. Деруа с удивлением смотрел на него. Фрастье сильно изменился. Прежде это был худой, тонкий и стройный юноша. Ветрогон, забияк, непоседа, горлан. За три года Париж сделал из него совсем другого человека. Степенного, тучного, с сединой на висках, хотя ему было не больше двадцати семи лет. Ты куда направляешься? Спросил Фрастье. Никуда, ответил Деруа, просто гуляя перед сном. И с той непринужденностью, которая так легко дается бывшим одноклассникам и однополчанам, они пошли под руку. Что поделываешь? Спросил Фрастье. Деруа пожал плечами. По правде сказать, околеваюсь голоду. Когда кончился срок моей службы, я приехал сюда, чтобы, ну, чтобы сделать карьеру. Вернее, мне просто, просто захотелось пожить в Париже. Но вот уж полгода, как я служу в управлении Северной железной дороги, и получаю всего-навсего полторы тысячи франков в год. Не густо, черт возьми, промычал Фрастье. А почему бы тебе не заняться журналистикой? Деруа бросил на него недоумевающий взгляд. Но дело в том, что я никогда ничего не писал. Ну, так попробуй, начни. Ты бы мог мне пригодиться. Добывал бы для меня информацию, интервьюировал должностных лиц, ходил бы в присутственные места. Хочешь, я поговорю с издателем? Конечно, хочу. Тогда вот что. Приходи ко мне завтра обедать. Соберется у меня человек пять-шесть, не больше. Мой патрон, господин Вольтер с супругой, Жак Риваль, известный фельгетонист, поэт Норбер де Варен и приятельница моей жены. А? Придешь? Деруа колебался весь красный, смущенный. Дело в том, что у меня нет подходящего костюма. Запинаясь, проговорил он. Форестия пешил. У тебя нет фрака? Вот тебе раз. А без этого, брат, не обойдешься. В Париже, к твоему сведению, лучше не иметь кровати, чем фрака. Он порылся в жилетном кармане, вынул кучку золотых и, взяв два луидора, положил их перед своим старым товарищем. Отдашь, когда сможешь, сказал он дружеским, естественным тоном. Только непременно приходи ко мне обедать. Завтра в половине восьмого, улица Фонтен, семнадцать. На другой день с замиранием сердца, в расстройстве чувств, больше всего на свете боясь показаться смешным, Дюруа медленно поднимался на четвертый этаж, где жил Форестия. Ему предстояло перешагнуть порог нового мира, того мира, о котором он мечтал, который манил его к себе издавна. Наконец он вошел. Посреди большой, ярко освещенной комнаты, изобилием всевозможных растений, напоминавшей оранжерею, стояла молодая белокурая женщина. Он остановился, как вкопанный. Кто это улыбающаяся дама? Но тут он вспомнил, что Форестия женат. И мысль о том, что эта хорошенькая, изящная блондинка, жена его друга, привела его в полное замешательство. — Сударня, я... — пробормотал он. Она протянула ему руку. — Я знаю. Шарль рассказал мне о вашей вчерашней встрече, и я очень рад, что ему пришла счастливая мысль пригласить вас пообедать сегодня с нами. Раздался звонок. Лакей доложил. — Госпожа Деморель. Вошла маленькая смуглая женщина из числа тех, о которых говорят жгучая брюнетка. Походка у нее была легкая. Темное, очень простое платье облегало и обрисовывало всю ее фигуру. За ней ушла девочка в коротком платье. Госпожа Форесте бросилась к ним навстречу. Дверь снова отворилась, и вошел какой-то толстяк, весь круглый, приземистый, под руку с красивой и статной дамой, выше его ростом и значительно моложе, обращавшая на себя внимание изысканностью манер и горделивой осанкой. Это были господин Вольтер, депутат, финансист, богач и делец, издатель французской жизни, и его жена, дочь банкира. Потом один за другим появились Жак Риваль и Норберт Деварен. Наконец вошел Сан-Форесте и извинился за опоздание. Его задержали в редакции в связи с выступлением Мореля. Морель, депутат-радикал, только что сделал запрос министерству по поводу требования кредитов на колонизацию Алжира. «Кушать подано», объявил слуга. Все перешли в столовую. Общий разговор, который не прекращался ни на минуту, перебрав все события дня и попутно коснувшись тысячи других вопросов, вернулся к широковещательному выступлению Мореля относительно колонизации Алжира. «Чего там не достает? Так это хорошие земли!» С удивлением прислушиваясь к звуку собственного голоса, будто слышал его впервые, вдруг заговорил дюрва. Теперь все взоры были устремлены на него. Он чувствовал, что краснеет. «Вы знаете Алжир?» спросил Вольтер. «Да», ответил он, «я провел там два с лишним года». Вино и желание понравиться придали ему смелости, и он говорил с каким-то хвостливым увлечением, рассказывал полковые анекдоты, вспоминал случаи, происходившие на войне, воспроизводил отдельные черты арабского быта. Дамы не сводили с него глаз. Госпожа Вольтер проговорила, растягивая по своему обыкновению слова, «из ваших воспоминаний мог бы выйти ряд прелестных очерков». Старик Вольтер тотчас же взглянул на молодого человека поверх очков, как это он делал всякий раз, когда хотел получше рассмотреть что-нибудь лицо. Форстье воспользовался моментом. «Дорогой патрон, я уже говорил вам сегодня о господине Дюруа и просил назначить его моим помощником по добыванию политической информации». Вольтер сделался серьезным и, приподняв очки, посмотрел Дюруа прямо в глаза. «Ум у господина Дюруа бесспорно оригинальный», сказал он. «Если ему будет угодно завтра в три часа побеседовать со мной, то мы это устроим». Немного помолчав, он обратился непосредственно к Дюруа. «А пока что дайте нам два-три увлекательных очерка об Алжире. Но торопитесь, первая статья должна быть у меня завтра, в крайнем случае послезавтра». «А вот вам прелестное заглавие «Воспоминания африканского стрелка», добавила госпожа Вольтер с той очаровательной важностью, которая придавала оттенок снисходительности всему, что она говорила. Дюруа, упоенный успехом, ощущал в себе сверхъестественную мощь и непреклонную решимость. Он полон был самых радужных надежд. Взгляд его с небывалой уверенностью останавливался на лицах и, наконец, он осмелился обратиться к своей соседке госпожа де Морель. «Какие у вас красивые серьги, сударыня. Я таких никогда не видел». Она поблагодарила его взглядом, одним из тех ясных женских взглядов, которые проникают в самое сердце. Дюруа повернул голову и встретился глазами с госпожой Фрустье. Она смотрела на него все так же привитливо, но, как ему показалось, с оттенком лукавого задора и поощрения. Потом все перешли в гостиную пить кофе. Дюруа шутки ради предложил руку дочери госпожи де Морель. Она величественно поблагодарила его и, пристав на цыпочки, просунула руку под локоть своего кавалера. Фрустье засмеялся. «Знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Ведь ты имеешь успех в женщин. Надо этим пользоваться. С этим можно далеко пойти». После некоторого молчания он, как бы размышляя вслух, задумчиво проговорил. «Женщины-то чаще всего и выводят нас в люди». На улице Жорж Дюруа погрузился в раздумья. Он не знал, на что решиться. Ему хотелось бродить без цели по городу, мечтать, строить планы на будущее, дышать мягким ночным воздухом. Но мысль о статьях для Вольтера неотступно преследовала его. И в конце концов он счел за благо вернуться домой и немедленно сесть за работу. Из окна его комнаты, находившейся на шестом этаже, открывался вид на огромную траншею западной железной дороги. Дюруа распахнул окно и облокотился на ржавый железный подоконник как раз в тот момент, когда из туннеля с диким грохотом неожиданно вырвался поезд. Путь его лежал через поля и равнины к морю. И, провожая его глазами, Дюруа вспомнил своих родителей. Да, поезд пройдет мимо них всего в нескольких милях от их дома на вершине холма, возвышающегося над Руаном и над широкой долиной сены при въезде в деревню Кантле. В расчете на то, что их сын со временем станет важным господином, родители Дюруа отдали его в коллеж. Окончив курс, но не сдав экзамена на бакалавра, Жорж Дюруа поступил на военную службу. Он заранее метил в офицеры, полковники, генералы, но военная служба опостырила ему задолго до окончания пятилетнего срока, и он стал подумывать о карьере в Париже. Товарищи говорили про него «Хитрец, пройдоха, ловкач, этот всегда выйдет сухим из воды». И он дал себе слово «Непременно стать хитрецом, пройдохой и ловкачом». «А ну, за работу!» сказал он себе, поставил лампу на стол, обмакнул перо, подперся рукой и задумался. «Непременностью». Но все его усилия были напрасны. Ему ничего не приходило в голову. Он ничего не мог припомнить из того, что рассказывал за обедом. Ни одного анекдота, ни одного факта, ничего. Однако он не унывал. «Не беда», подумал он, «у меня просто нет навыка. Этому надо научиться, как всякому ремеслу. Кто-нибудь должен направить мои первые шаги. Схожу-ка я утром к форестие. Он мне это в десять минут поставит на рельсы». Он подошел к подъезду в тот самый момент, когда его приятель выходил из дому. «А, это ты? Так рано? Что у тебя такое?» Дюруа, смущен тем, что встретил его уже на улице, стал мямлить. «Да вот, у меня не выходит статьей об Алжире, помнишь? Ну, которую вчера мне заказал господин Вольтер. Так вот, я к тебе с просьбой, с просьбой помочь моему горю. Ты мне это в десять минут поставишь на рельсы? Покажешь, с какой стороны за это браться, а одному мне не справиться». Форости весело улыбался. Он хлопнул своего старого товарища по плечу и сказал, «Ступай к моей жене, она это сделает не хуже меня». «Ну, не могу же я явиться к ней в такой ранний час?» «Отлично можешь, она уже встала, сидит у меня в кабинете, и приводит в порядок мои заметки». Она сидела в кресле за письменным столом, в небольшой комнате, стены которой были сплошь закрыты книгами, аккуратно расставленными на полках черного дерева. Видно было, что ей очень хорошо за этим рабочим столом, что она чувствует себя здесь так же свободно, как в гостиной, что она занята привычным делом. «Что так рано?» спросила она и добавила. «Это не упрек, это всего только вопрос». «Видите ли, начал он в замешательстве, право мне неудобно. Дело в том, что вчера я сидел до поздней ночи и сегодня с самого утра все писал статью об Алжире, которую у меня просил господин Вольтер. Но у меня ничего не выходит. Мне это дело незнакомо, и я попросил Форстье на этот раз прийти мне на помощь. Довольная, веселая и польщенная, смеясь от души, она прервала его. А он послал вас ко мне. Как это мило с его стороны. Она встала. Такое сотрудничество обещает быть очень приятным. Я в восторге от вашей идеи. Вот что. Садитесь ка на мое место, а то в редакции знают мой почерк. Сейчас мы с вами сочиним статью, да еще какую. Успех обеспечен. Госпожа Форстье начала расспрашивать Дюруа о топографии Алжира. Через десять минут она знала ее не хуже Дюруа и смогла продиктовать ему целую главку, содержавшую в себе политико-экономический очерк Алжира и облегчавшую читателям понимание тех сложных вопросов, которые должны были быть затронуты в следующих номерах. Продолжение завтра, весело сказала госпожа Форосте и, поднимаясь со стула, добавила. Вот как пишутся статьи, милостивый государь. Соблаговолите поставить свою подпись. Дюруа колебался. Да подпишитесь же! Он засмеялся и написал внизу страницы Жорж Дюруа. Продолжение следует... Продолжение следует...